привет мои дорогие зрители с вами была австралия и сегодня я хочу рассказать маленькие секреты как я готовлю борщ вы знаете хочу себя похвалить это одно из таких блюд которые я хорошо готовлю так что я знаю что все умеют готовить борщ но вы знаете как я поняла каждая хозяйка вот вроде смотришь готовят все но одинаково ингредиенты практически все одинаковые а вкус получается абсолютно разный ну и заранее я тут приготовила как смогла служить и намесила вот здесь вот такое вот знаете что подумала ну какой-нибудь англичанин захочет научиться варить варить борщ потом скажет посмотрит на этот балаган и скажет да ну его нафиг так ну купила я с чего начинать с мяса купила мяско вот такое мясо естественно покупает кто какое может кто какое хочет я купила особо к вот чтобы тот было косточка и мозги мозги я обожаю вареные мозги я помню много лет назад мне брат знаете что сказал говорит каждый любит то чего ему не хватает ну может это так есть так вот это взяла помидоры здесь уже порезала кожу без кожи помидоры конечно деревянные это катастрофа я вам говорила в австралии невозможно купить помидоры хорошие это я не знаю наверное так же как победить лото но на зажарку пойдут свекла дорогие мои теперь слушайте внимательно какой борщ я хотела у меня уже смотрю не получится видите покупайте всегда черную свеклу вот чем она темнее тем ваш борщ будет вкуснее здесь очень тяжело найти черную свеклу поэтому вот буду использовать какая под руки подвернулась опять же ставите сколько кто гораст потому что я всегда варю борща много я не умею его варить маленькими кастрюльками или там как люди варят на один день я как варю так варю можно знаете тут всех соседей накормить так картофель картофель я еще не порезала это уже на потом укроп чеснок масло подсолнечное для зажарки морковь лук перчик перчик я обычно использую красный но что-то у меня амнезия знаете на меня напала я думала он у меня есть у меня ему не оказалось пришлось сейчас вот использовать зеленый так что но это разницы нет знаете так что используйте какой у вас есть потом также нет у меня томатной пасты буду использовать томатный соус но лучше использовать томат томатную пасту это уже порезала так здесь черные перчики горошками вегета можете использовать можете не использовать естественно соль уксуса нам понадобится ну буквально там ну три столовые ложки естественно соль ну и что поехали да а самое то главное фасоль вот такая фасоль красная фасоль и в австралии раньше не было всяких приправ сейчас появились всякие разные для если для шашлыков и для в общем для всех вот это вот я пробовала готовить уже очень очень вкусная приправа и вот вы знаете что я прочитала здесь вот как его готовить я в принципе готовлю практически так же так что дорогие мои если у вас есть используйте нет конечно на нет и сюда нет но в общем что первое берем фасоль насыпаем не очень много потому что если будет много это потом получится каша заливаем фасоль холодной водой так все включила на шестерки воды надо ну чтобы только вот она закипела и потом эту воду слить так все закипела закипела снимать снимаем сливаем воду вот видите сколько получилось вот так воду дорогие мои не забудьте просто так не кидайте фасоль обязательно обязательно и и один раз вот закипятили слили воду сейчас что делаем можем мясо заливаем холодной водой так все теперь ставите на ну я поставила на шестерку ставите на самый большой огонь дадите закипеть обязательно снимайте пенку когда пенка уже закончится тогда закрывайте кто в чем готовит или кастрюлю или скороварку и я уже тогда увижусь с вами когда мясо сварится потому что это вы уже знаете как готовить пока у меня там закипает я сейчас вам покажу чтобы не мучиться я это все перекручиваю не все свеклу перекручиваю в процессоре потому что знаете начнешь на терке тереть потом половина пальцев там останется ну его нафиг так что у вас если есть процессор используйте еще знаете почему намного быстрее тогда приготовиться а вот это чудо чудное я нашла новая правда это было без упаковки без упаковки это было у нас на соседней улице вот его я использую сэкономила 300 долларов потому что только собралась покупать а тут вот такое подвернулась в раскаленное масло ставим лук ну и конечно чтобы у него такая корочка появилась золотистая так это уже появляется у меня это сковородка она очень толстая с таким дном толстым так что видите было уже раскаленное очень быстро очень быстро корка появилась потом идет морковка по-сербски морковка это шаргарепа а лук по-сербски также лук фасоль фасуля вместо фп буду вас учить сербскому поэтому дорогие мои вы очень часто слышите что я заговариваюсь не забывайте что дома я говорю по-сербски и поэтому у меня в мозгах полнейший вин винегрет вы спрашиваете почему ну вот кто не знает у меня мой муж сербин и я уже больше 20 лет дома разговариваю на этом языке так так все еще немножко и кинем сюда перчик кинем бросим конечно был бы лучше если был красный но но нет и суда нет так скажем все даем немножечко так вместе поджарится тоже до золотистой корочки все у нас золотое сейчас сюда ставим свеклу и все кинем все и все и все и наливаю сюда воды вы конечно можете залить кипяченую я обученную залила потому что моментально тут все я залила холодную все видите она моментально все прогревается и помидоры я ложу помидоры и томат я ложу потом потому что это будет больше дольше готовится если вы поставите сюда сейчас кислоту то тогда вот это вот все будет дубовая так что вместе не ставьте ну я не знаю может вы ставите но я не ставлю так все теперь можно убавить все убрать поставила я на 2 и потом еще что сюда можно добавить буквально щепотку сахара щепотку маленькую вот совсем капелюшечку даже можно не на 2 поставить а поставить на 1 и пусть она стоит и так тушится но она вы знаете очень быстро приготовиться потому что когда вы готовите в процессоре свекла вот буквально постоит несколько минут и она уже будет готовая ну вот где-то полчаса у меня тушилась теперь что я делаю вы знаете я даже добавлю сюда немножко острого перца капельку совсем так добавляю томат и добавляю совсем немножко уксуса совсем капельку все и пусть еще он стоит так тушится потому что здесь стоит кипит и он видите что у меня постоянно делается вот это вот tefal скороварка я ее новую купила и вот она сразу же так начала бежать не и наверное надо было сразу же сдать потому что заплатила я за нее сколько сто десять долларов а у меня там еще новая стоит скороварка когда хотела не хотела я на гараж сели купила скороварка которая стоила сколько же она стоила 200 долларов потому что там большая я ее купила новую в упаковке по моему долларов за 10 но это просто было грех не купить и теперь получается вот у меня это стоит капает а то новая в коробке так пусть она стоит на эти вот на самый маленький огонь поставите потому что это еще тут готовится так потом уже включусь когда мясо сварится ну что все уже сварено мяс мясо я ободрала сюда положила мозги выбила из хлебушком их съела были очень вкусные и теперь все готово картошку картошку и капусту положила вместе все это у меня уже сварилась теперь добавляю немножко соли много не буду ставить потому что у меня еще то приправа есть немножко капельку и дед и а я сказала капельку оттуда кусок какой-то завалился так и вот эту приправу вы какая она вкусная вот такая вообще прям обожаю так теперь пробую на вкус чтобы не пересолить сейчас положила перца горошком лаврового листа нету у меня и буду ложить заправку ну что дорогие мои все пять минут он меня прокипел я его выключила вот он еще у меня кипит сейчас положу зелень и чеснок борщ готов дорогие мои зрители наконец-то вы знаете что я думала я борщ покажу как варится вам за пять минут растянула я не знаю сколько как долго я его снимала вот так очень конечно жалко что не попалась мне черная свекла а борщ будет очень очень вкусный он всегда у меня вкусный если вам понравилось мое видео дорогие мои не забудьте поставить лайк ну или дизлайк если скулы и скулете скулете по-сербски если приготовите по моему рецепту потом напишите всего доброго с вами была элла австралия а